Всем огромный привет, наши дорогие друзья! Сегодня такое солнышко, сегодня пятница, мы уже проводили детей в школу, уже давно все проснулись, дети у нас позавтракали, и сейчас у меня Сереженька уснул, наконец-то, долго не спала, и я подумала, что как раз есть возможность немножко с вами поболтать, так что наливайте себе чаек, кофеек, и посидим с вами вместе. Скоро должен прийти логопед, поэтому я надеюсь, я успею рассказать о наших новостях. Меня смотрит давно, знает, что где-то месяц назад я подавала документы на жилье, небольшая такая предыстория, но я все равно сюда ставлю подсказку, посмотрите, там я подробнее все это рассказываю. С 2014 года я стояла на очереди, и на тот момент была очередь, несколько очередей для многодетных и разной категории, но с 2018 года появилась такая программа, что дает именно субсидию, дает деньгами, на недостающие метры. Ну так вот, я с детьми, с моей мамой и бабушкой, мы прописаны в одном месте, и мы по этой квартире по трехкомнатной стояли на очереди. И когда мы сейчас подали все документы, то посчитали дом мужа, посчитали, у мужа 75 квадратов, что ли, присвоили эти метры моей бабушке, моей маме, детям и мне. Хотя по закону, так как недвижимость была приобретена еще до росписи, то они, я, они дети, мы никак не претендуем, мы не имеем права претендовать на этот дом. И получается, что на данный момент ущемляются права детей, потому что им присвоили метры моего мужа, хотя они не имеют права на этот дом, но при этом метры эти посчитались. Я включила дети мультики, надеюсь, они мне дадут немножко позаписать что-то. Мне кажется, мне придется иногда отвлекаться. Я посоветовалась с юристом, он как раз мне и сказал, что это, ну, вообще неправильно, и нужно все это дело оспаривать, потому что, ну, ситуация такая необычная, да, то есть 7 детей от первого брака, но присвоили метры мужа от второго брака. То есть юрист мне сказал, что нужно бороться, что вот так вот оставлять нельзя, потому что дело серьезное касаемо детей, и вот так вот оставлять на полпути, и как я хотела брать ипотеку уже, просто взять ипотеку и платить свое. Мне юрист сказал, что дело сейчас не стоит, лучше попытаться добиться правоты, потому что в данном случае, ну, дело такое серьезное. Мне юрист сказал, что дело может дотянуться на 9 месяцев, на год, поэтому мы приняли решение с мужем, что, как я уже говорила, по-любому мы отсюда будем съезжать, и недавно мы ездили, смотрели дом для съемок, получается, пока мы будем снимать, нашли хороший дом, большой, где-то 350 квадратов, свободный, как мы хотели, то есть полностью без мебели, но не считая кухонного гарнитура. Мы уже подписали договор, и с мая месяца можем туда въезжать. Когда мы искали дом, мы смотрели, чтобы комнат было минимум 4, чтобы была комната отдельно мальчиков, отдельно девочек, комната малышей и наша. Дом хороший, как я говорила, он большой, такой, знаете, светлый, свежий, там в нем еще никто не жил, поэтому впереди много всего интересного, пока будем жить там. Я надеюсь, что как-то у нас решится вопрос с нашим жильем, но пока он решается, будем жить прям в Подмосковье, в доме. Это, знаете, такая новая для меня ступень. Хозяева дома хорошие, муж спросил по поводу теплицы, можно ли поставить на территорию, а территорию где-то 21 сотка, и хозяева разрешили, а сказали только потом, что мы ее с собой забрали. Ну, это не проблема, так что что-нибудь посадим, может быть, заведем курочек дети хотели, так что такая, знаете. Также сейчас мы активно смотрим машину, потому что не так-то просто найти хорошую машину без скрученного пробега, и чтобы по кузову было все хорошо, но смотрим еще. Нам еще надо будет закончить школу здесь тоже, пока решается этот вопрос, как мы это все будем совмещать. По поводу дома еще хочу сказать, знаете, как только я вошла, мне очень понравилось, что он такой свежий, он светлый, правда, знаете, кухонный гарнитур, кто меня смотрит, давно знает, как я люблю белую мебель, но кухня там совсем не белая. Вот, но это мелочи, конечно, главное, дом просторный, теплый, получается, 4 комнаты в доме, огромный, для меня кажется, огромный такой зал на первом этаже, и что удобно, что в каждой комнате санузел, поэтому у деток тоже будет там все свое. Даже если мы будем несколько месяцев там жить, все равно самое элементарное для уюта я докуплю, там шторки повесить, я не знаю, всякая мелочевочка, она будет, так что, я знаю, вы любите такое видео, поэтому будем с вами вместе как-то все это декорировать и наводить уют. Рассказала о наших новостях и решила уже пора выключать мультики, стала причесывать девочек, потому что утром, когда мы позавтракали, я их так и не успела причесать, так что сейчас причесываю девочек и буду наводить небольшой порядок в квартире. Ксюша рада, что у нее наконец-то отрастают волосики, потому что у нее, вот ей скоро будет 6 лет, и за все 6 лет, я не знаю сколько раз, то она себя пострижет, то я отстригала волосы, потому что они были в пластилине, никак она бедная их не отрастит. Сейчас уже они у нее становятся длинненькие, и она прям радуется. Ну а я перешла в комнату к малышам, решила поправить кровати, кто не смог заправить, тому я помогаю, но Кристиночка, как может, тоже заправляет. Дальше я перехожу к нам в комнату, и я сегодня меняю постельное белье у нас. Сереженька, как видите, уже везде ползает, он то к одному подползет, то к другому. Кристина с Ксюшей постоянно его берут на ручки, если сначала я переживала, то сейчас я даже не переживаю, потому что они очень уверены и крепко его держат. Но, конечно, я все равно предупреждаю Ксюшу особенно, потому что она у нас такая девочка, она постоянно куда-то падает, врезается, ей, я, конечно, часто говорю, Ксюшенька, осторожно, аккуратно. Субтитры сделал DimaTorzok Тут я уже перешла на кухню, Сереженька очень просил кушать, я ему сделала кашку, и сейчас его кормлю. Под последним видео было очень много вопросов относительно скатерти. Эту скатерть я покупала на Валберес. К сожалению, сейчас, когда я заходила по ссылочке, ее в наличии нет, но она такая нежная, она такая красивая. Я думаю, почему я раньше ее не постелила на стол? Причем я переживала, что эта скатерть будет съезжать со стола, но за счет этого жидкого стекла она довольно хорошо лежит и не сдвигается. Ну, а тут я решила испечь детям булочки, знаете, с кунжутом, ну, такой вот хлебушек с кунжутом даже, не булочки. Делала первый раз, нашла блогера на Ютубе, знаете, нашла самый такой простой рецепт, где нужна только вода, мука, сахар, соль и дрожжи. Поэтому я сейчас все это намешаю и буду делать свои первые такие булочки. Здесь я решила пересыпать оставшуюся муку в банку, правда, только потом увидела, что у меня так довольно много рассыпалось мимо, но ничего бывает. Опара уже подошла, и я наливаю в муку и буду теперь замешивать в планетарном миксере. Тесто замесили и я переложила в большую стеклянную миску, накрывая пищевой пленкой и убираю в духовку, чтобы там тесто поднялось. Прошел час, тесто поднялось, и я взяла пустую тарелку, чтобы туда высыпать кунжут. Знаете, у меня бабушка повар, и я с детства помню аромат ее вкусных булочек, и они такие сдобные, мягкие, и, конечно, мне очень хочется научиться также печь, но не всегда получается, то тесто у меня не поднимется, то еще что-то. Я выкладываю тесто на стол и начинаю на такие кусочки его делить. После этого я буду делать такие колобочки, руки периодически буду смазывать подсолнечным маслом, чтобы тесто не прилипало к рукам, и буду прям окунать в кунжут. Конечно, по рецепту нужно было сделать колобочки, подождать, когда они поднимутся, потом опять их помять, размять, опять подождать, пока не поднимутся, но у меня было мало времени, поэтому не было возможности их много раз разминать. Я их вот так вот скатывала, как могла, и выкладывала на противень. Противень я застелила пергаментной бумагой. Вот такие вот вкусные булочки получились, но, повторюсь, почему-то снаружи все-таки они были жестковаты, скорее всего, я их немного передержала в духовке, но внутри очень вкусное тесто, и они были мягкие. То есть, кто любит корочку, самое то. Знаете, такие булочки, мне кажется, идеальны и с вареньем, и просто бутерброд, как с сыром, с колбасой, тоже будет очень вкусно. А я сейчас собираюсь поехать на маникюр. У меня приехал муж, и может меня отпустить, потому что у меня сейчас такое творится на ногтях. Я знаю, что отрывать ногти нельзя, вот гель-лак. Маленький, да что ты балуешься? Вот он так играется. Ба-ба-ба. Ба-ба-ба. Что ты нам скажешь? Нельзя, когда лак отголубливается на ногтях, нельзя их отрывать, этот лак. В итоге, в последний раз, когда я делала маникюр, он у меня продержался, наверное, неделю. Начал трескаться, очень плохо сделали, и я нашла сейчас новую девушку, хочу к ней съездить, попробовать, как она сделает. Обычно я раньше делала сама себе маникюр, у меня хотя бы ногти держались, ну, лак держался на ногтях, где-то, ну, минимум три недели. А тут проходит неделя, и все, он трескается, отрывается, и, ну, неприятно. Вот. Поэтому съезжу сейчас к девушке, посмотрим, как она делает. Да. Конечно, мне спокойнее, когда я делаю сама себе маникюр, но, так как я монтирую видео, именно, когда дети спят вечером, и маникюр я могла делать только вечером, когда дети спят, то сейчас, ну, для меня проще пойти к мастеру, чтобы он сделал мне ноготочки, а я уже вечером спокойно могу монтировать свои видео. Ну, посмотрим, как сегодня сделают, потом покажу. Также я хотела сегодня показать коляску, мы купили новую коляску для... Вообще купили для Андрюши, он, конечно, гуляет без коляски, но когда мы ходим куда-нибудь в парк, когда расстояние, ну, длинное, то он, конечно, устает, и взяли такую коляску-трость, Сереженька там сзади, ну, взяли, взяли коляску-трость, но она потом пойдет все равно Сереженьке, чуть попозже покажу. Сережа тут маленький, дударенький, скажи, да? Такой говорун, все расскажет. скажи, папа. Да, ты себя видишь, да? Я уже приехал, у нас уже 7 часов вечера, сделала вот такой вот маникюр, очень нежный такой, красивый, светлый, с мелкими-мелкими блестками, не видно? Петя тут машет рукой. Буду сейчас разбираться на кухне, я как ушла, я вообще ничего не успела убрать, это я сейчас уберу, но так хочу, пока Сереженька спит, хочу сделать небольшую тренировочку, да? И Кристина тоже говорит, мам, давай потренируемся. А я сделала такой пистолет-излег, который резинками стреляет на 4 метра. Да ты что? Да. На 4 метра? Я считала. Кристина где-то поспала с Андрюшенькой? Да. Как вам булочки, дети, понравились? Да, вкусные. С варенью, с сыром, можно вообще, мне кажется, чем угодно. Ксюша с Кристиной меня уже тут ждали, когда мы будем делать тренировку, я им говорю, надо освободить сначала пол, чтобы не было мелкого лего. Ой, так больно наступать на это мелкое лего, у кого оно есть, тот поймет. Ну так вот, сейчас мы все это убираем, я беру ноутбук, выбираю какую-нибудь интересную, несложную тренировку, и будем заниматься. Кристина. Кристина. Ну, а у меня тут накопилось очень много стиранных вещей, я решила их разобрать, тут пришел ко мне Леша на помощь, дальше прибегут девчонки, но пока еще никого нет, я тут пытаюсь спокойно все это разобрать. Андрюша у нас любит ходить без одежды, я его, можно сказать, заставляю одеваться, но иногда он идет на уступки, иногда нет. Знаете, вспоминаю те времена, когда у меня не было сушильной машинки, и думаю, как же я вообще без этой сушильной машинки жила, потому что у нас постоянно стирка, и понятно, что сейчас постоянно сушатся вещи, но это так удобно. Постирал, посушил, все, вещи чистые, теперь главное вовремя это убирать. Ну, а тут я пошла уже греть ужин, а пока грею, выпустили кролика побегать, дети попросили, он, конечно, у нас очень так подрос. Может, я тоже его сфотографирую, маленький? Какая мордашечка, маленький. Мама, может, я тоже сфотографирую кролика, маленький? А я вот снимаю, ты хочешь с ним рядом побудь, и я тебя вместе с ним поснимаю. Давай. Ты не кричат, он так испугается. Вот. Ты чего испугаешь? Да ладно? Ты чего? Он с тобой хотел поиграться. Вот он маленький, как он к тебе поскакал. Мама, иди. Ай! Скачет. Иду, иду, Андрюша. Там у нас ужин греется. Хи-хи. Леша помогает тут, сыр натирает. Думала, что у нас два таких сыра больших, но остался один кусок. Сейчас дотирает Леша. Достала нарезанный сыр. Также у нас на ужин будет спагетти. И дети любят яйца. Смотрите, вот этот вот контейнер мы для Лего приспособили. И очень удобно, что он помещается вот в этот стеллаж, туда внутрь, вот в этот отдел. Алеша тут собрал машинку. Сам собрал? Да, только вот это я заменил. Красивая. Очень красиво, Рож. А еще здесь есть потренний охот. А вот это! Потреннее место. Где? Здесь. А, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты, здорово как. Смотрите, вот это мой зубик. Угу. Вот где он. Да, выпал зубик у Ксюшеньки. А вот еще один потренний охот. Эх, потреннее место. Такую коляску мы купили. Взяли Макларен. Я помню, когда Ксюшенька была маленькой, мне подружка давала такую коляску покатать. Потом мы вернули. Ну вот сейчас решили взять. Купили в Мазаке. Сейчас распакуем и вместе посмотрим. Она идет, видите, с нуля месяца. То есть Сереженьку уже может тоже, Сережу можно в ней катать. А тут и спинка откидывается назад. Но я помню, что она прям, мне она нравилась, и она не тяжелая. Как я уже говорила, на данный момент мы взяли ее для Андрюши, потому что, когда мы ходим куда-нибудь далеко гулять, под конец он уже устает. И взяли специальную такую небольшую коляску-трость. Думали сначала брать ее, но я посмотрела и вспомнила, что есть вот такая хорошая коляска, поэтому остановились все-таки на Макларен. Ну и даже она удобная, если мы будем куда-то выезжать, допустим, с малышом куда-то в магазин пойти, то также очень удобно по торговому центру или просто по улице именно с такой коляской куда-нибудь выезжать, чем везти с собой большую люльку с большими колесами. Коляска такая удобная, она такая маневренная, она прям вот, знаете, катаешь ее прям как по маслу. Очень она мне понравилась. Если вам интересно о ней узнать подробнее, вы мне напишите, я вам расскажу, покажу. Потому что я, честно говоря, прямо сейчас поражена, насколько она удобна после той, которой я сейчас пользуюсь. Очень она классная. А еще недавно забрала с Валберес, вот такую вот игру заказывала, мне моя подруга порекомендовала, говорит, очень интересная, такая веселая, занимательная игра к кулинарию. Так что поиграем, я вам потом расскажу. И как в нее играть, я так понимаю, что это должно быть интересно. Да. Я вообще люблю, знаете, быстрые игры. Вот, например, игра Монополия для меня очень затянутая. А вот то, что играется быстро, я лучше буду чаще играть, но чтобы игра быстрее заканчивалась. Мне вот так больше нравится. У нас уже все спят. Сегодня вообще очень поздно. Все мы легли. Где-то полодиннадцатого они уснули. Обычно мы укладываем все часов в девять, и ближе к десяти они засыпают. Молоши надо раньше. А сегодня прям очень долго как-то все затянулось. У нас был поздний ужин. Сегодня еще такая ситуация получилась вообще некрасивая. Я уехала на маникюр. Мужа предупредила, что в пять часов придет преподаватель по фортепиано. И пока я занималась, она звонила мне. Я не могла взять трубку. И я совершенно забыла, что у нас же не работает звонок в дверь. И всегда, когда к нам приходит кто-нибудь, мне звонят на телефон. Ну, либо мне, либо мужу. И тут, получается, она до меня не дозвонилась. И когда я вышла от мастера, я поняла, что у нас же сегодня фортепиано. Звоню преподавателю, а она уже в метро говорит, я стояла-стояла, и уехала. Соседям позвонила, но соседи тоже не открывали дверь, может, никого не было. Я очень не люблю, когда кого-то подвожу. И я прям очень переживала сегодня из-за этого, что такое тоже бывает. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Буду монтировать видео. Сейчас как раз села. Буду монтировать. И, надеюсь, завтра, ну, для вас уже сегодня, выложу. По субботам стараюсь выкладывать. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Вот. А вам желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения. Спасибо, что вы с нами. Всем пока-пока. Субботам. Субботам.